Всем привет! С вами Евгений Карташов. И в этом видеоуроке мы рассмотрим некоторые приемы для преобразования цветной фотографии в черно-белую. Для примера возьмем вот эту свадебную фотографию, которую мне прислал фотограф из Москвы Алексей Пантелеев, за что ему огромное спасибо. Мы постараемся сделать вот подобную фотографию. Вот такой эффект с мягкими темными тонами напоминает печать на малоконтрастной бумаге, которая называлась полумягкой. Те, кто занимался раньше фотографией, печатал фотографии на черно-белой фотобумаге советского производства еще, те должны помнить, как выглядят подобные фотографии. То есть фотографии на полумягкой бумаге имели невысокий контраст и хорошую проработку полутонов. То есть примерно вот такой вид. Итак, давайте сейчас сбросим настройки. И попробуем сделать все сначала. Для начала я переведу изображение в градации серого. Вот таким образом. Затем я попробую подобрать необходимый профиль. Так как профиль тоже влияет на отображение изображения в градациях серого. Для этого будем просто перебирать профили. Делаем активным это окошко. И прокручиваем колесико мыши. Смотрим. Я хотел бы получить изображение поконтрастнее, потому что снизить контраст можно, в общем-то, всегда. Вот сейчас мы получили достаточно контрастное изображение. И, в общем-то, можно попробовать работать с ним дальше. Теперь переходим в блок основные. И настраиваем здесь параметры тональной коррекции. Для начала я несколько подниму экспозицию. Также можно добавить несколько контрастов в светах. Вот видите, здесь возникает более четкое отделение от заднего плана. Вот когда я передвигаю регулятор света. Вот это сейчас отчетливо видно. Затем, зажимая клавишу Alt, сдвигаю регулятор белый, вплоть до появления отсечки в светах. Должен сказать, что в отличие от цветной фотографии, небольшая отсечка в светлых областях, в черно-белой фотографии смотрится абсолютно нормально. То есть не нужно этого бояться. Главное, чтобы это не были какие-то сюжетно важные области. То есть, чтобы не получить, например, такого блика, где нет деталей, например, на коже. То есть здесь вполне можно себе допустить вот такие области. Несколько добавляем контраста. Немножко поднимаем тени. Но сейчас фотография выглядит слишком светлой. Мы это исправим на следующих шагах. Но мы попробуем несколько побольше отделить пару от заднего плана. Но для этого нам нужно будет снова снять вот эту галочку, преобразовать в градации серого. И сделать так, чтобы цвет фона у нас максимально отличался от цвета пары. Этого можно попробовать добиться с помощью баланса белого. Вот видите, я начинаю баланс белого сдвигать. Как видите, фон уже начинает приобретать более холодные оттенки. И вот это как раз мы сможем использовать. То есть, смотрите, пара имеет более теплые оттенки, фон более холодные. Мы можем немножко еще увести баланс белого. И чтобы этот эффект усилить, перейдем на вкладку калибровка камеры. И вот так сдвинем цветовой тон в синем канале. Снова преобразуем градации серого. Давайте посмотрим, что это нам дает. Как видите, цвета начинают меняться. Пока это заметно на букете. Но когда мы перейдем на вкладку HSL градации серого. И несколько уменьшим светимость синего цвета. То вы отчетливо увидите, что пара лучше отделяется от заднего плана. Можно еще добавить аквамарин. Потому что у нас эта область получилась не чисто синей, а несколько циановой. И поэтому вот эти цвета там тоже присутствуют. Теперь я переведу в тоновую кривую. Для того, чтобы получить мягкий контраст, нужно здесь поднять точку черного. Сначала я установлю здесь фиксирующие точки, которые в любой момент могу изменить. Для того, чтобы не прогибалась средняя часть кривой. Ну вот здесь тоже можно точку поставить. Поднимаю точку черного. Здесь можно поднять побольше. Область три четверти тонов также приподнимаю. Вот такой мы контраст получили уже мягенький. Чуть опускаю точку белого. Также чтобы у меня не было здесь чисто белого цвета. Потому что когда печатали на фотобумаге, если вы помните, ну если не помните, то можете посмотреть старые фотографии. Там чисто белого цвета нет. Там эмульсия на бумаге, она все равно какой-то небольшой оттенок серого имеет. И поэтому мы вот эту точку белого немножко опускаем. Чуть-чуть прибавим контраста еще. Затем сделаем больший акцент на паре. Для этого я возьму инструмент радиальный фильтр. Для начала экспозицию уведу на максимум в минус, на минус 4. Это нужно для того, чтобы четко определить границы воздействия. Вот так. И затем уже регулируем нужные параметры. То есть регулируем затемнение. Можно эту область немножко сузить. Добавим немного контраста. Обратите внимание, что благодаря растушевке границ вот этой области, усиление контраста делается плавно. То есть оно несколько спадает по мере приближения к паре. Но так как мы затемняем несколько с помощью движка экспозиции окружающей области, то усиление контраста больше влияет на затемнение, чем на контраст. Можно также чуть-чуть подтемнить тени. Растушевку можно дать побольше вот так. И больше приблизим область к паре. Для того, чтобы отредактировать те области, которые могут случайно попасть под воздействие, можно воспользоваться инструментом для редактирования накладываемой маски. Это инструмент кисть, который находится здесь же в настройках радиального фильтра. Нажим поставим процентов 30, для того, чтобы он резко не работал. И вот таким образом уберем воздействие с платья невесты. Можно также пройтись дополнительно по другим областям, чтобы уже окончательно с гарантией убрать данное воздействие. Перейдем теперь на вкладку «Основные» и немножко добавим четкости изображения. Этот параметр следует использовать осторожно, потому что при вот таком максимальном воздействии может получиться не совсем хороший эффект. Поэтому я ограничусь где-то воздействием порядка 20-30. Вот так. Можно создать несколько вариантов обработки следующим образом. Для того, чтобы сохранить полученный вариант, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-S, вводим какое-нибудь название и нажимаем «Ок». И вот на вкладке «Снимки экрана» у нас появляется еще один вариант обработки. То есть у меня был вот такой вариант обработки, и я сделал еще один. Таким образом можно создавать несколько вариантов и выбирать из них наилучший. Ну, например, сделаем еще один вариант с зерном. Перейдем на вкладку «Эффекты». Можно также чуть-чуть добавить общей виньетки. Совсем немного, вот так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот мы добавили еще немножко больше акцента на пару. И теперь добавим зерна. Фотография в интернете будет смотреться примерно вот в таком размере, поэтому я не буду увеличивать изображение до 100%. Прибавляю зерно так, как мне хочется. То есть можно здесь несколько добавить размера. Это имитация высокочувствительной пленки. То есть при съемке на пленку, например, Ilford Delta 3200 возникает вот такое приятное зерно. И давайте сохраним данный вариант другим способом. Перейдем на вкладку «Снимки экрана». Нажмем вот на эту иконку. Это лист бумаги с загнутым уголком. И введем название следующего снимка. Окей. И теперь мы можем переключаться между вариантами и выбирать наилучший. Мне кажется, что вот этот смотрится лучше всего. Итак, на этом все. С вами был Евгений Карташов. Я думаю, что данный урок окажется для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и делитесь уроками в соцсетях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok